Каждый месяц мы обсуждаем перспективы развития рынка труда Самарской области с экспертами Министерства труда, занятости и миграционной политики Самарской области и Департаментом по управлению персоналом и кадровой политики аппарата администрации городского округа. Вы смотрите программу «Самарская среда». Меня зовут Ян Налимов. Здравствуйте. Работодатели иногда говорят, что у них нет денег на охрану труда. При этом они не пользуются источником финансирования, предоставляемым государством. Как возместить затраты на страховые взносы за счет мероприятий по охране труда? На что тратят страховые взносы Фонд социального страхования? В нашей студии Светлана Маштанова, консультант отдела страхования профессиональных рисков Самарского регионального отделения Фонда социального страхования Российской Федерации. И Дмитрий Васюхин, консультант отдела охраны труда Департамента по управлению персоналом и кадровой политики аппарата администрации городского округа Самары. Светлана Васильевна, Дмитрий Владимирович, добрый вечер. Я рад вас видеть. Здравствуйте. Иногда работодатели, вот я начал с этого, собственно говоря, программу, говорят, что у них нет денег на охрану труда. Ну, понятно, времена на самом деле непростые, но при этом, как ни странно, они не пользуются источником финансирования, который предоставляет государство. Вот как вы считаете, а почему так происходит иногда? Ну, мы для себя выявили так две основные причины. Во-первых, это незнание, незнание, что в принципе от государства можно получить эти денежные средства, которые можно будет потратить работодателям на мероприятия по охране труда. И вторая причина – это заблуждение. Заблуждение, причем, бывает двух видов. Первое – заблуждение о том, что эта процедура очень сложная и практически невозможно ее, собственно говоря, реализовать. Но я думаю, что Светлана Васильевна постарается разубедить наших, собственно говоря, зрителей в том, что это действительно правомерное мнение некоторых. Ну и вторая причина – о том, что денежные средства, некоторые работодатели считают, что там настолько мизерные, что, собственно говоря, даже нет смысла тратить на эти силы. Хотя мероприятий по охране труда, на которые можно потратить у нас с вами 13, я думаю, что Светлана Васильевна сегодня об этом тоже расскажет. И денежные средства, то есть объем, ту сумму, которую может работодатель вернуть от фонда социального страхования, в фонде территориальном могут им произвести расчет перед тем, как они, собственно говоря, будут уже подавать конкретные документы. Ну, кстати, важный момент. Тогда необходимо рассказывать чаще работодателям о том, что есть такая возможность. Потому что мы, ну вот, на мой взгляд, не знаем вообще очень многого о возможностях, которые нам предоставляет государство, о возможностях вернуть или компенсировать те или иные средства, которые мы потратили, в том числе, кстати, и бизнес. Вот, наверное, этим тоже необходимо заниматься и, может быть, чаще рассказывать. Совершенно верно. Мы совместно с фондом социального страхования уже на протяжении большого количества лет проводим семинары, совещания, практические занятия. То есть пошагово рассказываем нашим работодателям, специалистам по охране труда, все подводные камни, все, собственно говоря, образцы документов, все мы даем. Самое главное, рассказываем, что это есть, во-первых, для начала. Конечно, конечно. И то, что это есть. Кроме того, на официальном сайте ФСС тоже предусмотрено и наглядное, собственно говоря, пособие, как это сделать. То есть тут материалов довольно много. Было бы желание со стороны работодателя, прежде всего, экономить собственные денежные средства. Потому что это, собственно говоря, экономическая подоплека, которая и подстегивает работодателям пользоваться этой услугой. Ну и заставить, наверное, знаете, сейчас подумал, может быть, заставить своего либо главного бухгалтера, либо экономиста заниматься этим вопросом. Потому что, ну понятно, что это надо приложить усилия. Но, с другой стороны, ты принесешь на предприятие деньги. Живые деньги, которые в наше время настолько важны. Светлана Васильевна, а вот на что сегодня тратят взносы, страховые взносы фонд социального страхования? Ну, фонд социального страхования производит обеспечение, страховое обеспечение лицам, с кем произошел факт несчастного случая или повреждение здоровья на работе при исполнении трудовых обязанностей. И поэтому фонд социального страхования осуществляет страховое обеспечение этим лицам. Страховое обеспечение осуществляется в виде пособия по времени и трудоспособности, в виде единовременных выплат, ежемесячных выплат. В том числе мы оплачиваем дополнительные расходы на реабилитацию застрахованных граждан в случае факта повреждения здоровья. Мы оплачиваем им расходы на восстановление их трудовой функции. Ну и помимо расходов, которые производятся застрахованным гражданам уже по факту произошедшему повреждения здоровья, мы участвуем в софинансировании ряда мероприятий по охране труда, направленных именно на финансирование предупредительных мер по сокращению производственного травматизма. То есть в основном это является сейчас приоритетом направления деятельности фонда социального страхования. И вот об этих мероприятиях мы сегодня, наверное, я хотела бы поговорить. Это 13 мероприятий в настоящее время. То есть в зависимости от своего класса профессионального риска, от того вида деятельности, которым занимается организация, они часть сумм в виде страхового взноса платят фонд социального страхования. Именно из этих денег происходит возмещение вреда тем лицам, страховое обеспечение тем лицам, с кем произошел несчастный случай на производстве репровозаболеваний. И из этих же денег происходит финансирование вот этих предупредительных мер по охране труда. В настоящее время этих мероприятий 13 сейчас. Вот в прошлом году, в 2020 году мероприятий было значительно больше. Это связано было с наличием коронавирусной инфекции, с возникшей вот этой проблемой. А какие были в прошлом году? В прошлом году, в связи с наличием новой коронавирусной инфекции, еще можно было потратить деньги на приобретение бесконтактных термометров для измерения температуры тела. Ну, я надеюсь, что они запаслись уже. Наверное, наверное, запаслись. Можно было приобрести одноразовые маски, одноразовые халаты, всевозможные дезинфицирующие приборы и средства. И компенсировать, соответственно, у вас деньги, потраченные на это? Компенсировать в конце года, да, все денежные средства, которые они потратили на средства индивидуальной защиты, они могли компенсировать, вернуть эти деньги, потраченные на вот эти вот антиковидные мероприятия, они могли вернуть из средств Фонда социального страхования этих денег. Но в этом году мероприятий всего 13, можно потратить деньги на проведение спецоценки условий труда, можно потратить деньги на мероприятия, которые позволят привести наличие вредных и опасных производственных факторов, которые превышают допустимые нормы в соответствии с нормативными требованиями по охране труда. Это вот если, прошу прощения, вот это если в практической плоскости, что это значит? Ну то есть вот у меня сразу простая мысль, допустим, у меня на предприятии там, у меня офис, у меня есть розетки. Я предполагаю, что они, может быть, не очень безопасны для моих работников. Я могу эти розетки поменять, а затем прийти к вам и попросить компенсировать мне те затраты, которые я понес, вот меняя, например, эти розетки. Вот давайте вот так вот, в практической части это будет людям более понятно. Существуют типовые нормы, в соответствии с которыми приобретаются средства индивидуальной защиты. И поэтому, если типовыми нормами или в рамках технологического процесса предусмотрено использование тех или иных средств индивидуальной защиты, тогда можно их будет приобрести. Это нужно ссылку именно смотреть на типовые нормы. Рекомендованное работодателям в рамках их технологического процесса или в его производственной деятельности использовать тот или иной вид средств индивидуальной защиты или же применить одноразовые халаты, костюмы и так далее. Все предусмотрено типовыми нормами. И мы, наши специалисты, при рассмотрении документов, разрешающие страхователям использовать и приобретать все или иные виды средств индивидуальной защиты, также руководствуются этими типовыми нормами. Поэтому нужно обращать внимание о необходимости применения тех или иных средств индивидуальной защиты в соответствии с необдуждаемостью в рамках технологического процесса или с типовыми нормами. Ну вот вы сказали 13 вот этих вот направлений. Давайте вот тогда их расскажем, чтобы люди понимали, так сказать, где лежат их деньги. То есть они могут, а, защитить своих работников, и таким образом, ну это вообще святое дело, скажем так, для нормального любого человека. Ну и плюс это, ну, законом необходимы, иначе могут быть последствия. И затем они ведь могут компенсировать часть затрат, я так понимаю, не все, но часть, да? Вот давайте еще раз об этих нормах. Вот этим видом деятельности Самарское региональное отделение занимается с 2001 года. 20, с начала мероприятия было всего 4, в настоящее время их 13. 20% от сумм перечисленных денег в фонд социального страхования можно компенсировать вот в рамках этого вида финансирования. Но в том случае, если страхователь выбирает одним из видов, из мероприятий, это санаторно-курортное лечение для лиц предпенсионного возраста, тем лицам, кому 5 лет и меньше до пенсии осталось, то в этом случае уже 30% сумм страховых взносов они могут потратить на остальные, на все мероприятия, вот предусмотренные данным видом финансирования. То есть это тоже входит в санаторно-курортное лечение для сотрудников? Ну, я сейчас назову эти мероприятия. Первое, это значит, это первое мероприятие, это спецоценка условий труда. Я уже говорила, что можно провести мероприятия, позволяющие воздействие вредных и опасных производственных факторов привести в соответствии с типовыми нормами. Можно провести, можно закупить средства индивидуальной защиты, можно провести медицинские осмотры. В рамках медицинских осмотров существуют как периодические медицинские осмотры, так и предварительные медицинские осмотры. В рамках данного финансирования оплачены будут только возвещены компенсированные деньги за проведенные периодические медицинские осмотры. Можно отправить лиц, которым по результатам проведенных периодических медицинских осмотров было рекомендовано снаторно-курортное лечение, можно этих лиц, работающих во вредных производственных факторах, отправить на снаторно-курортное лечение. В рамках этого финансирования есть еще один вид санаторно-курортного лечения. Он предусмотрен для лиц предпенсионного возраста. То есть тем лицам, которым 5 лет и меньше осталось до пенсии, они имеют возможность за счет средств сначала работы дателя, а потом работодатель компенсирует эти затраты на санаторно-курортное лечение лиц предпенсионного возраста за счет фонда страховых взносов, перечисленных в фонд социального страхования. То есть можно отправить лиц предпенсионного возраста на санаторно-курортное лечение. Можно закупить аптечки для оказания первой медицинской помощи. Это не автомобильные аптечки, а именно аптечки для оказания первой медицинской помощи. Регламентируется нормативным документом 169-м приказом, его наполняемость. Вот медицинские изделия из аптечек для оказания первой медицинской помощи также могут быть расходы на приобретение медицинских препаратов, оплачены. В рамках этого финансирования еще одно мероприятие. Есть два мероприятия. Оно касается опасных производственных объектов. Это позволяющие приобрести приборы устройства оборудования, предназначенные для безопасного ведения работы на опасных производственных объектах. Ну, например, при горных работах или подземных работах, или при ликвидации последствий аварий, всевозможные. Эти два мероприятия были в ВТД в перечень в 2017 году. Можно также купить приборы устройства оборудования, которые будут предназначены для обучения безопасным ведением работы на опасных производственных объектах. Тоже в рамках этого финансирования. Ну и новые мероприятия с 2019 года, я уже сказала, санатору, курортное лечение для рецепт-миссионного возраста. Так, все 13, по-моему, назвали, да, мероприятия? Да, можно купить еще, у кого есть автомобили, тахографы или алкометры, если есть автомобили в организации. Ну, кстати, очень полезная функция, особенно если это транспортная компания. Да, тоже можно приобрести эти приборы, устройства оборудования. Не просто, тут, кстати, даже не просто можно, а нужно. Это, на самом деле, вопрос безопасности не только сотрудников, но и тех людей, которым ты услуги оказываешь, на самом деле. То есть это, в принципе, необходимо, и получается, за ваш счет можно это сделать? Можно это сделать. Ну, работодатели тратят свои деньги первоначально, потом обращаются в фонд социального страхования для согласования, они представляют пакет документов, у нас вообще заявительный характер, и финансирование предупредительных мер является одной из видов государственных услуг, оказываемым фондом социального страхования. И в рамках через ЕПГУ, один портал государственных услуг, можно обратиться с заявлением в фонд социального страхования. Обратиться нужно до 1 августа. 1 августа прием в законе документов закончен. Необходимо обратиться страхователям в тот филиал фонда социального страхования, где они зарегистрированы в качестве страхователей, и представить пакет документов. Ну, мы об этом позже поговорим. Узнаете, хотел, что уточнить, Светлана Васильевна. А вот общая сумма, какая, кстати, тратится вашим уважаемым ведомством на весь этот комплекс мероприятий? В прошлом году мы потратили более около 400 миллионов, вернули страхователям денежных сумм, сумм страховых взносов, перечисленных страхователями в фонд социального страхования. Наибольшее количество денег было потрачено на приобретение средств индивидуальной защиты. Ну, буквально 110 миллионов было потрачено на приобретение средств индивидуальной защиты. В том числе 41 миллион было потрачено как раз на вот эти вот мероприятия, связанные с ковидом, с возникшей ситуацией с новой коронавирусной инфекцией и с приобретением средств индивидуальной защиты. 41 миллион было потрачено на все эти средства индивидуальной защиты. На втором месте это было 77 миллионов, что составляет примерно 20% от всей суммы, были потрачены на санаторно-куродное лечение лиц, работающих во вредных производственных факторах, и в том числе предпенсионного возраста. Ну и на третье место занял в этом списке 45 миллионов было потрачено на периодические медицинские осмотры работников, что именно периодически, что составляет немалую сумму из расходованных денежных средств Фонда социального страхования. Ну вообще вот то, что вы перечисляете, на самом деле все мероприятия, это чрезвычайно важные, на самом деле, вот это действительно, вы что-то хотите сказать? Вот знаете, хотел что уточнить, давайте теперь поговорим о порядке возмещения страховых взносов, вот то, о чем мы начали. Как эти деньги получить, потому что вот мы видим, что есть место, где средства готовы, они ждут. Итак, что нужно сделать предпринимателю, что нужно сделать руководителю, его сотрудникам, чтобы эти деньги он затем мог себе вернуть и компенсировать? Для того, чтобы вернуть эти деньги, необходимо, как я уже сказала, обратиться в фонд социального страхования, поскольку у нас заявительный характер. Обходимо обратиться с заявлением в фонд социального страхования. Можно обратиться лично, приехав в филиал фонда социального страхования. В любой из филиалов фонда социального страхования можно подать документы, но обратиться нужно документы, именно поступят в тот филиал по месту регистрации страхователя. Нужно принести пакет документов, весь пакет документов перечислен в приказе Министерства труда, это 580Н, приказ 580Н, там подробнейшим образом изложены все правила финансирования и перечислены все документы, которые нужно предоставить. Независимо от выбранного мероприятия, одного из 13, три документа будут обязательны, это нужно в обязательном порядке всем, независимо от выбранного мероприятия, предоставить заявление, план финансового обеспечения предупредительных мер, этот план финансирования можно увидеть в приложении в приказ 580Н, как раз к приказу 580Н есть образец документа, и копия мероприятия по улучшению условий охраны труда на работе. Это тот же документ, который составляется по итогу проведенной спецоценки условий труда. Кто занимается проведением спецоценки, это документ им знаком. Все остальные мероприятия, все остальные документы будут варьироваться в зависимости от выбранного мероприятия. Ну, сейчас этих я не буду называть, эти документы, там перечень очень такой большой, но в принципе все документы можно, ну, как бы особой сложности предоставить не вставлять, они все имеются в наличии. Ну, если вы решите провести спецоценку условий труда, то договор, естественно, с той организацией, которая будет проводить спецоценку условий труда. Вот, и заявления, и не очень большой список документов. Если выбирается санаторно-курортное лечение, то договор с той организацией, которая будет оказывать санаторно-курортное лечение лицам. В общем, весь перечень документов в 508 стенд в приказе, все они перечислили. Эти очень часто задают вопрос организации, что обращаться в фонд социального страхования, у нас денег очень мало, вот, и как бы ни на какое из мероприятий этих денег не хватит. Вот, хотелось бы обратить внимание, если организация маленькая, и на протяжении до 100 человек численность сотрудников, и на протяжении двух предшествующих лет к нам не обращалась за данным видом финансирования, то расчет суммы, которую можно потратить на вот эти 13 мероприятий, будет рассчитываться немножечко по другим правилам. Он будет складываться из суммы страховых взносов, перечисленных в фонд социального страхования за три предшествующих года, за минус суммы расходов на страхование от несчастных случаев за эти три года. Да, и хочется сказать, что на момент обращения в фонд социального страхования у страхователя не должно быть никаких задолженностей по выплатам. Вот, ни штрафов, ни пений, все должны быть погашены. Вот мы плавно переходим, уважаемые гости, к вопросу, к важному. Какие ограничения существуют для того, чтобы воспользоваться вот этими всеми услугами? Кто, так сказать, отнесет? У нас есть только четыре причины для отказа. Первая причина, если на дату подачи заявления у страхователя имеются какие-то непогашенные штрафы, пени, задолженности, которые были выявлены по результатам предыдущей камеральной проверки. Вот, если деньги в бюджете фонда все перераспределены, если страхователь подает недостоверную информацию или документы оформлены ненадлежащим образом. Но если это не 30 июля, срок предоставления документов 1 августа заканчивается. Если и это не 30 июля, то все эти моменты, штрафы можно погасить, недоимку можно устранить, обращаться можно в фонд социального страхования несколько раз. Сейчас недостающие документы можно донести, недостоверную какую-то информацию уточнить. А деньги в бюджете фонда социального страхования из года в год закладываются значительно на данный вид финансирования. Из года в год этих денежных средств становится все больше и больше. Если, например, в 2020 году было потрачено, как я уже сказала, более 400 миллионов, то тысячу 125 страхователей к нам обратились. В 2019 году 918 страхователей, то есть меньше. Из года в год страхователи организации к нам обращаются все больше, больше, больше. И денежных средств мы тратим на данный вид финансирования, возвращаем страхователям. Суммы, перечисленные в качестве страховых взносов из фонда социального страхования, все в большем и большем объеме. То есть наблюдается положительная динамика денежных средств, которые возвращаются страхователям, их на лицевой счет живые деньги, которые и в следующем году, и они могут потратиться также на мероприятия по охране труда. Вот, уважаемые гости, Светлана Васильевна, вы сами сказали сейчас, что такая фраза мелькнула, если документы все оформлены правильно. Понятно, что не всегда, не все предприятия располагают штатом таких очень квалифицированных сотрудников. Вот если небольшая компания, как вы сказали, до 100 человек, она может быть еще меньше, 100 человек, это сейчас, на самом деле, уже такой, по сути, средний, наверное, бизнес. Вот если небольшая компания, и не все удается, кто может помочь, вы вообще консультируете, или вот может быть, вы, Дмитрий Владимирович, как с этими документами правильно разобраться, как их правильно подать, чтобы потом эти денежки получить? Ну, у нас есть специально разработанные методические пособия, памятки специальные по, собственно, по возмещению денежных средств. Но, в любом случае, конечно, стоит обратиться в территориальный орган ФСС, чтобы уже, собственно говоря, они посмотрели документы, которые подготовлены работодателем для предоставления. Ну, и, как Светлана Васильевна сказала, конечно, нужно это делать заблаговременно, а не дожидаясь уже 1 августа. Ну, конечно, когда остался один день, естественно, ты ничего не успеешь. А вот тенденции какие? На что сейчас в основном тратят работодатели эти деньги? Вот, по-вашему. На все 13 мероприятий. Из года в год. В основном, самые популярные мероприятия, я уже сказала, это спецоценка, медицинские осмотры, вот, это санаторно-курортное лечение, это приобретение средств индивидуальной защиты. На все мероприятия, да, еще в том числе обучение по охране труда, также является одним из мероприятий отдельных категорий застрахованных. Обучение по охране труда. Это, то есть, деньги потраченные, то есть, в полном объеме можно, вот, допустим, я провел обучение по охране труда своих сотрудников, у меня там, предположим, есть небольшое предприятие. И, соответственно, вся сумма, которую я потратил, ну, в рамках общих моих выплат фонд социального страхования, я могу вот получить ее до, там, до 20% от общего перечисления. Правильно я сейчас понимаю логику? Вы, опять же, вы обращаетесь, договор у вас может быть на большую сумму, но вам компенсирована будет именно та сумма, которая будет согласована фондом социального страхования, вот, но до 1 августа. Вы подаете пакет документов, вам согласуют определенную сумму, ту сумму, которую страхователь, та или иная организация может потратить, можно узнать в любом филиале, ну, в том филиале фонда социального страхования, который в качестве страхователя зарегистрирована эта организация, и наш специалист рассчитает эту сумму, которую можно будет потратить. И в том случае, даже если вы на обучении по охране труда потратили большую сумму, естественно, вам вернется только та согласованная сумма, которая в плане финансирования была согласована до 1 августа. Еще хочу обратить опять внимание, если одним из мероприятий вы выбираете санаторный курортное лечение для лиц предпенсионного возраста, тем лицам, которым 5 лет и меньше до пенсии оставилось, то уже 30% суммы страховых взносов можно потратить на эти все мероприятия. Ну, в том числе, если плюс еще к санаторному курортному лечению, путевке на санаторный курортное лечение одного из лиц предпенсионного возраста, вы хотите еще провести обучение, в эту сумму вы вписываетесь, да, то уже 30% суммы страховых взносов можете потратить на остальные все мероприятия. В любом случае сумма будет согласована. То есть увеличивается у меня вот та часть, она увеличивается. Увеличивается. Если я человека отправил лечиться, он у меня хорошо работал, я как бы… Лица предпенсионного возраста. Естественно, предпенсионного, да, пожилого, ну, скажем так, человека предпенсионного возраста отправил полечиться, то, соответственно, там я могу 30%… Да, уже 30% вы можете потратить на все мероприятия, то есть сумма тогда уже увеличивается. То есть государство, скажем так, стимулирует меня, ну, относиться к своим сотрудникам, скажем так, бережнее, более бережливо относиться к своим сотрудникам. Вот, кстати, еще один важнейший вопрос, вот по опыту современной нашей жизни, вот этой ковидной жизни, к сожалению, медицинские осмотры, а как часто я могу, как работодатель, их проводить? То есть я могу их проводить, то есть я раз в год могу или должен проводить, или это, ну, по мере моей производственной необходимости? И, соответственно, подавать заявление на компенсацию вот этих затрат. Порядок проведения медицинских осмотров также регламентируется нормативными документами. Сейчас этот приказ новый вышел вместо 302-го. 29-й приказ. 29-м приказом регламентируется. В этом приказе есть и перечень вредных и опасных производств, при которых проводится, необходимо проводить периодические медицинские осмотры. Вот этим документом регламентируется порядок проведения медицинских осмотров. Он должен быть проведен строго в соответствии с этим приказом. Там и категории лиц, которые подлежат медицинским осмотрам, необходимо будет ознакомиться подробнейшим образом с этим приказом. И все медицинские, периодические именно медицинские осмотры должны быть проведены в соответствии с этим документом. Хотел бы дополнить еще о том, что прежде чем для того, чтобы определить, кто у нас в вашей организации должен проходить медицинские осмотры, есть у нас с вами 213 статья Трудового кодекса, которая, собственно говоря, предписывает и указывает, собственно говоря, на отдельные категории работ, указывает на наличие вредных и опасных факторов, собственно говоря, это основополагающий причин для проведения периодических медицинских осмотров. Ну и, как Светлана Васильевна правильно сказала, у нас вступил в силу с 1 апреля этого года новый порядок проведения медицинских осмотров, приказ номер 29, который у нас регументирует, в том числе и комплектность врачей, комплектность медицинских исследований, которые могут проводиться в рамках этих медицинских осмотров, и также, собственно говоря, регументирует периодичность. Периодичность у нас зависит не только от профессии, от видов выполняемых работ, но и от возраста работников. В частности, если работник, работающий в том числе на вредных и опасных работах, не достиг 21 года, то, соответственно, он будет проходить, несмотря на то, что если периодичность там даже указана раз-два года, но будет проходить ежегодно. Собственно говоря, это требование трудового законодательства. Это что касается медицинских осмотров. Ну что ж, уважаемые гости, время программы подошло к концу. Большое спасибо за интересную содержательную беседу. И в конце скажите, когда вы работаете? То есть с понедельника по пятницу? И можно ли с вами общаться онлайн дистанционно? Уважаемые работодатели, мы очень ждем вас до 1 августа. Время нашей работы мы работаем ежедневно до пятницы. Время работы у нас с полдевятого до полшестого ежедневно. Для подачи документов время обеда у нас с 12.00 до 12.45. В пятницу мы работаем до 16.30. Мы очень ждем всех до 1 августа. Пожалуйста, обращайтесь в фонд социального страхования. В тот филиал, где вы зарегистрированы в качестве страхователя. Осталось совсем немного времени. Воспользуйтесь данным видом финансирования. Мы готовы вам оказать любую поддержку информационную, методическую. Проверить документы, подать с вами одновременно заявление. Пожалуйста, приходите, обращайтесь. Мы всегда для вас готовы. Мы работаем для вас и вместе с вами. Большое спасибо. Спасибо большое. И напоминаю, в нашей студии были Светлана Маштанова, консультант отдела страхования и профессиональных рисков Самарского регионального отделения Фонда социального страхования Российской Федерации и Дмитрий Васюхин, консультант отдела охраны труда Департамента по управлению персоналом и кадровой политики аппарата администрации городского округа Самара. Берегите себя и пользуйтесь теми возможностями, которые предоставляет вам государство. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова